Всем привет! Сегодня я решила с вами вновь поготовить немножечко. Я хочу сегодня поделиться с вами одним очень вкусным рецептом. Мы будем готовить индейку, филе индейки с соевым соусом по-китайски в мультиварке. Те, кто имеет мультиварку и не знают, что в ней приготовить такого, вот как раз вам будет еще один рецептик в копилочку. Попробуйте, мне кажется, вам понравится. По крайней мере, я соседке дала этот рецепт, ей очень понравилось. Поэтому я решила поделиться этим рецептом еще и с вами. Для этого блюда нам понадобится полкило индейки, можно курицы филе, можно в принципе любой птицы, даже можно свинины. Только свинину желательно будет подольше тогда потушить чуть-чуть, потому что она не так быстро становится мягкой. Потом нам понадобится болгарский перчик. У меня один маленький замороженный и есть половинка еще свежего красного перца. Соевый соус 3 столовые ложки. Обычный соевый соус. Кетчуп 1,5 столовые ложки. Приправа для курицы 1,5 столовые ложки. У меня такая, можно любую. Сахар 1,5 столовые ложки. И растительное масло 3 столовые ложки. Вот и все, что нам понадобится. Для начала мы порежем филе небольшими кусочками, можно кубиками, можно ломтиками. Как вам нравится. В общем, небольшими кусочками. Редактор субтитров К. В общем, вот такими кусочками я порезала филе. Вот такие небольшие кусочки. Теперь я сюда хочу добавить соевый соус. 3 столовые ложки. Все это перемешаем. Оно должно немножечко настояться. Сюда сразу же мы добавим 1,5 столовые ложки сахара. Только сахар не полную столовую ложку. Берете 1,5, но не полную столовую ложку. Также перемешаем. Соевый соус, он очень соленый. Поэтому сахар и соль получаются очень такой хороший вкус. Добавим сюда приправу. Ну, вот столовая ложка. И еще половинку. Ну, приправу можно брать любую. Я беру такую. Красная цена. Это в пятерочке у нас продается. Также мы это все перемешаем. Дальше я добавлю 1,5 столовые ложки кетчупа. Кетчуп берите любой, какой вам нравится. Вот 1 ложка. Я даже сделаю не 1,5, а 2 столовые ложки кетчупа, потому что мне кетчуп нравится, когда там чуть даже больше его. Также мы это все перемешаем. Теперь можно добавить растительное масло. Такое масло, какое вы любите, я всегда беру нерафинированное. 3 столовые ложки растительного масла. И так же перемешаем все это. Так, ну и теперь нужно нарезать нам болгарский перчик сюда. Болгарский перчик я нарезаю соломкой. И все перемешаем. Такой запах невероятный. Просто аромат стоит. Болгарский перец он тоже дает свое. Вообще тут все ингредиенты, которые есть, они дают какой-то свой невероятный специфический аромат. Теперь это должно постоять минут 5. И можно будет перекладывать все это в мультиварку. Но я хочу добавить сюда еще один болгарский перчик небольшой, потому что мне кажется, что он здесь не помешает, а даже будет еще лучше. Вообще болгарский перец я люблю. И обычно вот такой перец осенью я прямо беру пакет и в морозилку кладу и замораживаю. И вот в какие-то такие блюда, когда нужно, болгарский перец я достала и положила. Горячие блюда, когда готовлю. Ну, можно взять любой, замороженный или свежий, какой у вас есть. Болгарский перец это всегда вкус и аромат придает. Вот такая невероятная красота получается. А пахнет просто нереально. Теперь мы включаем нашу мультиварку. Я поставлю режим тушения на 40 минут. Выкладываю все блюдо туда. Ну и теперь закрываем крышку и ждем, пока закончится программа. Наше филе будет очень хорошо сочетаться с вареным рисом или с макаронами. Поэтому я поставила воду и сейчас отдельно на плите сварю рис. Пока мое основное блюдо готовится, я тем временем решила нарезать себе салатик. Нарежу сразу все в контейнер, потому что если я его не доем, я его доем потом позже. Продолжение следует... Добавлю чуть-чуть соли, немножечко. И добавлю свое любимое льняное масло. Ну оно не такое уж вкусное, можете добавлять другое масло, но это масло, оно хорошо для тех, у кого высокий холестерин, оно снижает холестерин. То есть оно полезное. Поэтому я его и добавляю. Салатик очень вкусно пахнет, прямо пахнет весной. Ну и ждем, пока приготовятся наши основные блюда. Ну что, мои хорошие, вот такой вот красивый и нереально вкусный обед у меня получился. Сейчас я хочу попробовать вот это филе. Филе очень мягкое, тает во рту. При том, что получилось довольно-таки много там подливки, так как индейка она сама уже сок дала. И рис получается с подливкой. С очень вкусной подливкой. Если кто-то подумает, что я на раздельном питании и кушаю рис с мясом, ничего страшного, я уже вам говорила, что пропорции 1 к 5 можно. То есть, если, допустим, риса в 5 раз больше, чем мясо, или мяса в 5 раз больше, чем риса, то тогда это сочетание можно. При том, что я сейчас на данный момент не худею, я удерживаю вес. Поэтому я иногда могу позволить себе покушать немножечко углеводов. Но самое главное знать меру. И ничего страшного не будет, если я это сейчас поем. Ну и обязательно салатик, обязательно овощи свежие, свежая зелень. Это все очень вкусно и полезно. Попробуйте, сделайте такой рецепт. Я уверена, что вам это понравится. Желаю вам приятного аппетита. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok